Дорожное движение В Копейске четко предписывают перевозить детей в возрасте до 12 лет следует только с использованием детских удерживающих устройств или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. В настоящее время за данное нарушение законодательством предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Но многие водители по-прежнему игнорируют это требование, что нередко приводит к трагедии. В Копейске стали уже традиционными рейды по выявлению правил, нарушению правил перевозки детей. Они проводятся практически ежемесячно. Сегодня был такой очередной рейд, причем сегодня мероприятие проводилось на территории всей Челябинской области. То есть не только в Копейске, но и во всех других районах и городах. Сегодня с 7 до 9 утра сотрудники ГИБДД вышли к образовательным учреждениям для того, чтобы в очередной раз напомнить родителям, водителям о необходимости соблюдать правила перевозки детей. Особенность сегодняшнего мероприятия заключается в том, что сегодня не было составлено ни одного административного протокола. То есть сознательно сотрудники ГИБДД сегодня не привлекали родителей к административной ответственности, а разъясняли, объясняли и показывали, и рассказывали, для чего нужно использовать детское удерживающее устройство, и какие правила существуют в законодательстве Российской Федерации, согласно которым необходимо детей перевозить с использованием детских удерживающих устройств, либо ремней безопасности. Сегодня были задействованы не только сотрудники ГИБДД, но и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. То есть сотрудники ГИБДД работали по разъяснению правил с родителями, но некоторые дети, так как идут в школу пешком, тоже иногда нарушают, будучи пешеходами, то с этими детьми сегодня работали уже инспекторы по делам несовершеннолетних. И впервые, в общем-то, нужно сказать, что сегодня были привлечены и представители образовательных учреждений. Согласно анализу очагов аварийности и дорожно-транспортных происшествий, нами было выбрано несколько образовательных учреждений. Это 48-я школа, 44-я, 7-я и школа номер 43. И вблизи именно этих образовательных учреждений, сегодня сотрудники ГИБДД проверили водителей, всего было проверено 110 единиц транспорта во всех школах. Из этих 110 в 34 автомобилях родители перевозили детей с нарушением. То есть отсутствовало и детское кресло, детские удерживающие устройства. В двух автомобилях детские удерживающие устройства в салоне автомобиля были, но на момент проверки дети перевозились вне детского удерживающего устройства. То есть, как обычно бывает, в салоне стоит автокресло, но родитель считает, что до школы ехать недалеко, ребенка не пристегивает. Подобные рейды будут проводиться регулярно, будут во внимание приниматься и другие образовательные учреждения, в том числе школьные и дошкольные. Наша главная задача не наказать большее количество родителей. Наша главная задача объяснить, что сегодня каждый родитель должен беспокоиться о безопасности своего ребенка. Штраф за данное нарушение составляет 3000 рублей, что равноценно цене, в общем-то, такого среднего автомобильного кресла. А детское удерживающее устройство Фест стоит в разы дешевле, поэтому считаем, что лучше ребенка перевозить безопасно, в первую очередь, без нарушения правил дорожного движения, не оплачивать штраф, а один раз приобрести автокресло и поставить его в салон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова